Здравствуйте, друзья! Как Лондон планирует разрушить Беларусь? И снова Хау Кола. Каждый день я узнаю что-то новое и стремлюсь делиться этим с вами. Ссылка на статью в описании. Автор Арина Цурканова. Важный аналитический центр Британии изложил планы майданизации Беларуси. Главная цель – убедить беларусов собственными руками разрушить свою страну, как это уже произошло на Украине. Деньги уже выделены и пропаганда уже ведется. Доклад лондонского Чатам Хаус, он же Королевский институт международных отношений, опубликованный в ноябре 2018 года, называет Беларусь наиболее уязвимой перед российским влиянием среди всех стран восточного партнерства. В перечень факторов, определяющих уязвимость беларусского государства, британские специалисты включают слабую национальную идентичность, подверженность русскому языку, распространенность российской информации в СМИ, присутствие в стране русской православной церкви и российских правительственных и неправительственных организаций. Знание основных внутренних факторов уязвимости и сильных сторон в каждой стране Доклад посвящен трем странам – Беларуси, Украине и Молдове – может способствовать разработке эффективных ответных мер, заявляют в Чатам Хаус. Ответные меры должны искусственно отделить беларусский народ от русского через идею нерусскости, как это было сделано на Украине. Британские аналитики отмечают, что Россия – основной торговый партнер Беларуси, а введение в эксплуатацию АЭС в островце только увеличит энергетическую зависимость, поскольку Россия предоставляет финансирование, техническую помощь и ядерное топливо. В Чатам Хаус считают, что уязвимость Беларуси определяется и геостратегическим выбором, сделанным режимом в последние 25 лет, включая все более жесткую политическую и военную интеграцию с Россией. Учитывая, что интеграция Республики Беларусь и Российской Федерации является сознательным выбором Минска и Москвы, британские аналитики очевидно рассуждают о совершенно другой Беларуси, появившейся после распада СССР и просуществовавшей до 1994 года. В случае цветной революции, сетуют эксперты Чатам Хаус или вакуума власти, двухсторонние соглашения Минска и Москвы потенциально предоставляют России формальное оправдание военной интервенции. То есть беларусам сложно подсунуть революцию в яркой обертке, мешают договоренности с Россией и население, не вполне сознающее российскую угрозу. Однако британские аналитики не теряют надежду. Они уверены, что агрессия против Украины заставила беларусов задуматься о своем отличии от русских. Внушает оптимизм британцам и празднование столетия БНР в Минске в марте 2018 года, которое они называют кульминацией мягкой беларуизации на сегодняшний день. Одной из главных уязвимостей Беларуси аналитики Чатам Хаус считают слабую беларусскую идентичность. Доклад указывает на виновников такого положения. Лукашенко восхищается Советским Союзом. Сами беларусы имеют русскоцентричное мировоззрение и эмоционально связаны с русским народом, которое считают братским. Дефицит альтернативных дискурсов, а не русскости беларусов. Широчайшее использование русского языка. Русский язык остается языком общения. Беларусский язык – академический предмет, а не средство обучения. В 2016-2017 году 86,6% учащихся в Республике Беларусь получили образование на русском языке. Господство русского языка над социокультурным ландшафтом способствует распространению русского мира. С тревогой отмечают эксперты Чатам Хаус. Второй фактор уязвимости – влияние российских средств массовой информации. В частности, популярность социальных сетей ВКонтакте и Одноклассники не позволяет внушать беларусам, что они не русские, что русский мир им враждебен. Российские социальные сети на сегодняшний день являются самыми популярными в Беларуси. 2,8 миллиона интернет-пользователей получают к ним доступ не реже раза в день. В конце 2015 года российская социальная сеть ВКонтакте охватывала 32,3% взрослой аудитории, а Одноклассники – тоже на русском языке – 32%, с растущей популярностью среди молодежи. Доля Facebook составляла только 14,9%, говорится в докладе. По мнению аналитиков Чатам Хаус, российские СМИ пользуются в Беларуси более высоким уровнем доверия, чем местные, как официальные, так и оппозиционные. Лондон указывает на российские онлайн-ресурсы Regnum, Eurasia Daily, Imperia News, как на информационных противников Беларуси. И пеняет беларусским властям за то, что они не могут ввести цензуру и не признают, что Россия распространяет поддельные новости. Однако в докладе Чатам Хаус нашлось место, издержанное по хвале, за приговор беларусским публицистам. В 2016 году трое беларусов, которые публиковали статьи, обвиняющие Беларусь в русофобии на российской новостной платформе Regnum, были задержаны за разжигание национальной розни. Они остаются под частичным домашним арестом. Теперь понятно, с чьей подачи провели 14 месяцев в тюрьме и были признаны виновными Юрий Павловец, Сергей Шептенко и Дмитрий Олинкен. Понятны и технологии информационного воздействия Запада на беларусские власти. Последовательно навязывает Лукашенко мысль о том, что российские СМИ ставят под сомнение суверенитет Беларуси и лояльность как союзника России. А ряд беларусских журналистов распространяют унизительные высказывания о беларусском народе, языке и культуре. Из доклада Chatham House совершенно ясно, что болезненное отношение Александра Лукашенко к любой критике в адрес беларусского руководства в российских СМИ будет и дальше использоваться с Западом для подрывных информационных операций и организации преследований в Беларуси журналистов, рассматривающих РФ как дружественное государство. В докладе с удовлетворением отмечается, что растущий сегмент беларусского правительства сознает опасность доминирования российских СМИ, но власти не знают, как с этим справиться. Определенные надежды Лондон возлагает на принятие в Беларуси поправок к закону о СМИ для противодействия российской информационной агрессии. Сторожевыми псами, противодействующими российской дезинформации, в Chatham House называют представителей свободной прессы и некоторых блогеров. Однако народ верит российской пропаганде, особенно военные, старики и обездоленные, которые полагаются на государственный патернализм и, следовательно, косвенно на российское субсидирование экономики. Chatham House нацеливает Запад на финансирование проектов, связанных с проникновением в беларусскую систему образования. Именно здесь, в школе, должен быть создан щит от дезинформации. Учителя выполняют эту роль лучше, говорится в докладе. Проект «Повышение медиаграмотности» действует в Беларуси с 2009 года. Детей учат фильтровать информацию, выявлять поддельные новости и следить за пропагандой. В это широко вовлечены педагоги. Аналитики Chatham House пишут, что в последнее время появился учебник на белорусском языке, содержавший российские пропагандистские материалы о войне на востоке Украины, которые подавались как пример пропаганды и фальшивых новостей. Книга была выпущена за деньги шведов. Белорусское министерство образования инициировало расследование по подозрению в экстремистском характере материалов учебника. Но не запретило его, сообщают британские эксперты. Третьей уязвимостью Беларуси в понимании Chatham House является русская православная церковь, которую британцы называют главным рупором кремлевской пропаганды. Их беспокоит, что патриаршего экзарха всея Беларуси назначает московский патриарх. Президенту Лукашенко ставится в вину то, что он не смог предотвратить назначение в 2014 году митрополита Павла, гражданина России, главой Белорусской православной церкви. Официальные усилия по противодействию влиянию русской православной церкви остаются символическими. Духовник Лукашенко-протеерей Федор Повный делает все возможное, чтобы ограничить влияние московского патриархата внутри Беларуси. Лукашенко со своей стороны обхаживает папу Франциско, чтобы угодить католическому меньшинству. А также пытается дать понять России, что белорусы не являются ее духовными вассалами, говорится в докладе. Борцами с РПЦ в Беларуси британские эксперты называют НКО и независимые СМИ, действующие в связке с белорусским КГБ и выявляющие священников, которые помогают Донецкой и Луганской народным республикам. В Лондоне считают, что после отмены западных санкций в 2016 году для Беларуси наступил переломный момент. Некоторые либеральные реформы неизбежны, если страна хочет дистанцироваться от России, чтобы защитить свой суверенитет. И часть верхушки власти готова к осторожным шагам в этом направлении, пишут британские аналитики. Поэтому главная задача – правильно организовать вложения сил и средств, определив области, в которых пространство маневра властей по отношению к России является наибольшим. Сосредоточиться эксперты Чатам Хаус предлагают на неполитических проектах мягкой белорусизации. В нынешних политических условиях мягкая белорусизация, по-видимому, открывает наилучшие перспективы для повышения устойчивости страны перед лицом российских угроз. Для возможной демократизации после Лукашенко, говорится в докладе. Таковы этапы предлагаемого Лондоном плана – мягкая белорусизация, отстранение от власти Лукашенко, демократизация по украинскому образцу. Самым успешным проектом в области мягкой белорусизации авторы доклада называют инициативу «Мова на ново» – «Язык заново», запущенную в 2014 году и включающую группы чтения на белорусском языке, бесплатные языковые курсы, форумы онлайн-перевода и самопроверки, бесплатные дискуссионные группы за чашкой кофе, бесплатные библиотеки в кафе. Отмечается и польский телеканал «Белсад», работающий в Беларуси. Он начал пока с короткометражных фильмов о белорусской лексике. Однако целью проекта «Мова на ново» является отнюдь не расширение количества владеющих белорусским языком. Цель – дать понять белорусскоязычным специалистам возможность распространять контррассказы об истории страны, традициях и местной, то есть нерусской культуре, заявляют британские эксперты. Таким образом, они хотят исказить историю, создать обман, очернить Россию и внести раздор между братскими народами России и Беларуси. Вышиванки, белорусизация языка общения, связь белорусского фольклора с бело-красно-белой символикой, ассоциации, направленные на поощрение повторного открытия корней страны в истории Великого княжества литовского, лишь средство. Цель – сменить народ, указать белорусам путь к превращению из русских Белой Руси в литвинов. Мягкая белорусизация постепенно захватывает страну. Угрозу ей специалисты Чатам Хаус видят разве что в произвольных репрессиях со стороны режима. И советуют складывать деньги не в разовые мероприятия, семинары и конференции, а в долгосрочные проекты по линии НКО – инновационные, социальные, культурные, медийные. И еще важный момент. Нужно инвестировать средства в поддержку платформ для дискуссий между общественными организациями и режимом. Государственные и негосударственные субъекты теперь понимают, что они могут добиться большего, объединяясь против общей российской угрозы, заявляют в Чатам Хаус. В докладе «Черным по белому» написано, что в государственном строительстве примером для белорусского государства может случить украинское, где к власти пришли фашисты. Такого же фашистского режима аналитики из Британии желают и для Беларуси. Что касается информационной сферы, приоритетными проектами названы телеканал БелСАД и белорусскоязычные программы зарубежных радиостанций. Стоит задача привлечь к ним внимание самых стойких сторонников режима и русофилов. Для этого предполагается значительно повысить объем информации, заменяющей российскую пропаганду, и продвигать эту информацию в социальных сетях. Лондон рекомендует также увеличить финансирование образовательных и исследовательских проектов, которые развивают критическое мышление граждан, особенно с точки зрения повышения осведомленности о дезинформации в России и понимания реальных намерений, лежащих в основе ее проектов мягкой силы. И прямо предлагает открыть соответствующие курсы в средних школах и вузах. Предлагается также профинансировать исследования негативного влияния российских СМИ, гражданские инициативы, направленные на решение общественных проблем, НКО, владеющие развивающими ситуациями на местах, разработку планов действий в чрезвычайных ситуациях в случае кризиса, внешний центр поддержки незарегистрированных белорусских НКО. Страны Европейского Союза должны ввести краткосрочный безвизовый въезд для белорусов и упростить процесс подачи заявлений на визу, а также отказаться от сбора за шенгенские визы, вместо того, чтобы поднимать его с 60 евро до 80, как планировалось, ставят задачи британцы. И еще одна рекомендация. Совместное финансирование проектов подготовки волонтеров и сбор средств. Практически калькос Украины. Там все это заработало с началом антитеррористической операции против Донбасса. Братья белорусы, вы последний оплот защиты народа в Европе. Не поддавайтесь планам Запада. Берегите Лукашенко, берегите свою страну. Иначе попадете в пучину безвластия, хаоса и унижения народа олигархами, как это произошло в России и Украине. Автор Арина Цурканова Спасибо за просмотр, дорогие мои. С вами был Дымовой. Не забудьте оставить лайк под видео. А еще буду рад, если подпишетесь на мой канал. И включите колокольчик для уведомления о новых видео. Всем пока, ребятки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok